здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим о прекрасном об искусстве об искусстве бы так сказать сказал бы молодом искусстве потому что у нас в гостях художественный руководитель красковского культурного центра надежда кудисова и в первой части программы у нас гостит леонид участники так понимаю вокальной театральной студии а во второй части у нас появится я на тоже человек который умеет петь правильно потому что начнем говорить сегодня сначала спевческих событий дело в том что недавно правильно поправьте меня надежда прошел окружной открытый вокальный конкурс золотой голос это так да все верно постоянно традиционный да да это традиционный конкурс в этом году он проходил отборочный тур 15 апреля и 22 апреля был уже гала-концерт и награждение всех победителей всех участников нашего конкурса и все пели уже живьем без пандемийных всевозможных я имею ввиду ограничений да мы этот конкурс проводим только в живую и конечно же все ребята все участники они поют вживую это главное до по положению да у нас все прописано чтобы это было и мы все это слушаем внимательно члены жюри это слушают оценивают с 2015 года проходит этот конкурс раз в год еще маленький сезон ну-ка уже с именем конечно конечно на начале совсем все было по-другому сейчас как рассказу о конкурсе мы просто попытаемся включить разговор леонида а что вы пели леонид на конкурсе я пел три песню в трех разных номинаций первая номинация патриотическая песня спея там выступал с песни бессмертный полк потом эстрадный вокал я выступал с песней только сан и мировые хиты я выступал с песней хиро и мух ну то есть все показал всю я не то он очень талантливый мальчик а сколько лет леонид мне девять с половиной лет девять с половиной как приятно еще можно сказать девять с половиной еще Десятка не разменял, как говорят в таких случаях. Почему вы решили петь? Театральное студию мы чуть позже поговорим. Почему именно вокал? Ну, меня заинтересовал вид этого искусства. Я решила попробовать себя в вокале. Ну, а мне, знаете, много желающих в караоке попеть, правда? Вы же, наверное, пели когда-нибудь в караоке? Да. Бывает, что не выдерживаешь, хочется куда-то уйти, а человеку кажется, что он поёт, старается. Вот вам кто-то подсказал, может быть, родные, ваши подсказали? Ну, нет, я, ну вот, у меня в мыслях было, блин, может мне попробовать... По-настоящему, самому сходи. И я попросила маму записать меня на кружок. А, то есть вы самостоятельные, то есть вы были инициатором. Ну да. Понятно. Вот так вот, Надежда, к вам попадают дети. Вообще, что за вот это как-то студия называется? Я так понимаю, их несколько, они разные. Ну, лично, если мы говорим про Леонидов, то он посещает несколько вокальных студий, и, в принципе, несколько студий по разным направлениям. Ну, талантливый парень. Вообще у нас по вокалу достаточно много студий, и это и разная возрастная категория, это и разные направления. Так же, как и для взрослых. То есть у нас есть вот хор «Русская песня». Да, туда приходят с 18 лет, но большинство там, конечно, люди старшего поколения. Ну, есть и те, которые, например, кому 30-35, они тоже посещают. То есть, в принципе, любой может найти себе свое такое... Да-да-да. И этот конкурс, именно если говорить про «Золотой голос», то он приглашает к участию абсолютно всех, начиная от пятилетнего возраста и без ограничений. В этот раз, в этом году у нас участвовали малыши. Пятилетний как раз возраст был, и двое участников было, которым было по 35 лет. Для нас тоже было неожиданно и приятно, что отозвались и пришли, заявили себя. Это в разных номинациях. И, ну, конечно, в одной из номинаций, «Край родной», называется так, номинация, участвовала девушка-профессионал. А, это сразу почувствовали. Да, и, ну, то есть, ну, как оценивать профессионала? То есть, мы это видим, мы это знаем, мы это слышим. Ну, конечно, она заняла первое место, но просто обладателем гран-при стала девушка, которой 15 лет, и которой еще все впереди. Ну, потому что мы же понимаем, что есть профессионал, а есть природная, да? А есть, да, природная. И, в общем-то, стремится человек показать, проявить. Это здорово. Собственно, в этом и цель любого конкурса, чтобы раскрыть таланты, да. Леонид, а как готовились к конкурсу? Вам сразу выбрали три, так сказать, направления? Или можно было выбрать одно или несколько сразу? Ну, я узнал, ну, я в «Золотом голосе» участвую не первый раз. А, то есть, уже опытный. Да, три раза участвую. А, так. Я узнала об этом и сказал маме, «Мам, ну, подай заявку на «Золотой голос» с тремя песнями». И вот... А это песни вы в разных студиях, да, готовили? Так я понимаю? Нет. В одной, в одной, с одним педагогом. А, с одним педагогом три таких направления. Просто, ну, это же, наверное, для конкурса тоже важно показать, что я могу так, такое спеть, и такое спеть, и в этом варианте спеть. Да, да, и в каждой номинации он занял как раз первое место. Леонид, а много ребят занимаются вообще у вас, девчонок, ребят в студии? Если вот про нотку, я вот в ней занимаюсь в ансамбле, то там, ну, можно сказать, достаточно. Достаточно, молодец. Дипломат какой. Вот просто прекрасно. Фактически ровесник, да, конкурса нашего. Надежда, скажите, пожалуйста, а вот как проходит отбор и как проходит сам этот конкурс? То есть, как жюри собираются, кто это, что это? Значит, для того, чтобы принять участие в конкурсе, в любом, у нас проходит несколько конкурсов в течение творческого сезона, года, человек должен подать заявку. Но это подает либо педагог, либо родитель. Подается заявка, она оформляется по форме, которая есть в положении. Все условия прописаны в положении. И подается заявка. Лично я обрабатываю сама, как-то вот взяла на себя эту нишу. Все заявки, которые к нам приходят, составляются оценочные листы, составляется программа, по которой в каждой возрастной категории, в каждой номинации идут ребята по программе. Всем об этом сообщается. Они приезжают к определенному времени, проходят репетицию, и начинается отборочный тур. Мы собираем членов жюри. Это обычный человек пять. В этот раз так и было. Именно в вокальном искусстве профессионалов. Они прослушивают весь этот отборочный тур, весь репертуар, который подготовлен участниками, оценивают его тут же. Идут, значит, это все обсудить, обговорить, вынести решение. Вердикт, да. Да, и уже галу-концерта у нас готовы. Мы готовим дипломы участникам, мы готовим кубки. Даже кубки есть, да? Да, конечно. Вот Леонид три кубка получил. Да, Леонид, вы же не просто певец. Вы уже с кубками. Да. Обычно спортсменам кубки выручают и так далее. Леонид, скажите, а конкуренция, вот вы же когда слушаете, как кто-то поет, думаете, ну вот он или она, наверное, лучше спели? Или вы всегда уверены в себе? Ну, можно сказать, 50 на 50. 50 на 50. То есть, ну, вы знаете, как петь, как правильно петь, да? Да. Просто еще от настроения зависит, да? Ну, да. От аплодисментов, от хорошей публики. Жюри аплодировало или оно всегда молчь слушает? Аплодирую. Аплодирую, да? То есть жюри хорошее, понятно, замечательно. А кто кубок-то вам вручал? Помочь тебе? Да. Председатель комитета по культуре городского округа Либерца Светлана Владимировна Носкова. Ну, это знак. Да, да, так как это окружной конкурс, она приезжает вместе с членами жюри, вручает победителям и всем участникам награду. Леонид, а вот вы же следите, наверное, за песенным творчеством сегодня современных молодых российских исполнителей. Вот вам кто нравится? Ну, у меня не нравится не из русских, мне нравится певец Майкл Джексон, и я вот готовлю одну из его песен. Какую интерес? Прямо сейчас прям... Да, и что, уже есть какие-то наработки? Ну, есть, но еще нужно ее учить. А можешь вспомнить нам чего-нибудь? Ой, я не... Нет, не готов так сразу. Ак, и Майкл Джексон пошел. А походку же тогда надо Майкла Джексона учить. Ой, я умею. Умеете? Да. Ну, все, тогда мы ждем клип. Клип, конечно, нам трудно сейчас показать походку. А почему именно Майкл Джексон? Чем нравится? Ну, потому что у него хорошие песни, музыка. Добрые такие, солнечные. Да. Ну, то есть, одну песню учишь или еще парочку каких-то из его репертуара потом? Ну, я не знаю. Думаю, может быть. Хорошо, но вернемся все-таки к нашим родным исполнителям. Ну, кто там, Дима Билан или кто-нибудь тебе? Стас Михайлов, можно сказать. Ну, ты же пел песню Сергея Лазарева. Сергей Лазарев, да. Ну, вот. Хотелось бы с ним спеть вместе? Да. Какую песню ты, Лазарева, пел? Lucky Stranger. А, ну вот видите как. Надежда, что дает этот конкурс? Я имею в виду для вот ребят, которые в нем участвуют. Тем более, вы видите, уже у нас и по возрасту. То есть, 35 вроде как молодые, а для конкурса вроде как уже зрелые. А если сравнивать с хором, так совсем еще молодые. Вот что, это какая вот этот кубок, вручение каких-то дипломов, да? Что дает ребятам? На самом деле для многих это прежде всего практика. Очень много было дебютантов в этот раз. К нам приезжают, очень радуют, что не только из городского округа Люберцы, но приезжали в этот раз из городского округа Подольск. И как раз вот оттуда приезжали девочки, которые вот первый раз вышли на сцену, и многие из них забывали слова. И начинали плакать прямо вот во время своего номера. Не выдержали. Да, да. И тут приходилось немножко и не только это все вести, но еще и как-то подбодрить и успокоить. Вот, ну, то есть это, конечно, это практика. Первый раз у кого это, они посмотрели как это, они это прочувствовали. А те, кто, может быть, в прошлый раз, они ничего не заняли. Они пришли показать, проявить, что они стали лучше за этот год. Они стали, да, вокальные данные у них стали лучше, они подготовились и хотели проявить себя. Здесь очень здорово встречаются ребята, они знакомятся, это новые знакомства, новые друзья. То есть это не просто вот вышел и спел, да, тут кто-то поддерживает друг друга за кулисами. Ну и вот смотрят репертуар, кто какой готовит. Все абсолютно разные. Мало номеров было, которые были с одинаковой песней, с одинаковой. Вот поэтому. И, конечно, потом, когда происходит процедура награждения, может быть, кто-то и не рад третьему месту, а кто-то, наоборот... Ну, все равно же призовое. Да, все равно оно призовое, да. Но кто-то у всех разные амбиции. Ну, да, мы еще об этом поговорим, да, во второй части, об амбициях, о подготовке, как вот готовятся ребята. А сейчас, Леонид, скоро нас покинет, первая часть программы завершится. Леонид, вы еще театральным делом занимаетесь. Да, да. Да? И как называется ваша студия? Театральная студия преображения. Ага. И что вы там играете? Над чем работаете сейчас? Ну, студия работает над спектаклем, но, к сожалению, я в нем не буду участвовать. Роль не досталась. Роль? А, то есть конкуренция еще с ролями есть? Ну, да. Вот был претендент на роль, но не повезло. Ну, вы же все равно там проходите. Ну, да, да. Техника речи, что-нибудь такое, наверное, да, у вас происходит? Понятно. Ну, мы вам желаем творческих успехов, чтобы в театральную премиевую какую-нибудь кубок вы бы завоевали. С Надеждой мы не прощаемся, и через некоторое время продолжим нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Надежда Кудисова, художественный руководитель Красковского культурного центра. И теперь к нам присоединилась Яна, также, так понимаю, участница окружного открытого вокального конкурса «Золотой голос». Да, победитель тоже? Да. Победитель. И к тому же еще Яна у нас занимается в культурно-досуговом центре «Союз». В общем, центров очень много, певцов очень много. Но как становятся победителями, Яна? Как вы стали победителем? Ну, я просто готовилась к выступлению и выдала все, что могла. Все, вот прямо уже как звезда говорит. Выдала все, что могла. А у вас сколько было песен? Было три песни сольных и две дуэтом. Ух ты! Это в разных категориях. А какие песни-то пели? Я пела в трех номинациях. В первой номинации – это джазовый вокал. Я пела джазовый стандарт «All of me». Также пела в номинации «Эстрадный вокал» песню «Of the sunny side of the street». И в номинации «Мировые хиты» песню «Somebody to love». А дуэтом? Дуэтом я пела в номинации «Край родной» песню «Родина». И вроде бы в номинации «Эстрадный вокал» песню «Слушай сердце». Вот видите, какое разнообразие. Молодец, Яна. Давно поете? Я занимаюсь вокалом уже третий год. Третий год. Как пришли мама, папа, родители, родные, близкие, бабушка, дедушка или сама? Ну, мне еще с детства нравилось петь. Я так восхищалась певцами и так далее. Я сама мечтала начать петь. И родители это увидели и решили отправить меня сначала просто на кружок, а потом записали меня в музыкальную школу. Вот как, Надежда, попадают, может, и Леонид, и Яна, да? Кто-то самостоятельно попросил маму, чтобы… Или кто-то увидел, помог, намекнул, да, ребенку, чтобы прийти. Много обращаются к вам? Ну, в основном, конечно, это инициатива родителей. Потому что у нас есть малыши, которым два с половиной года, они занимаются хореографией, детский танец. И, конечно, приходят родители на день открытой двери вместе с своими детьми и интересуются, какие есть направления, какие есть студии, какие программы в этих студиях, кто руководитель, какие есть награды. Ну, то есть это все очень значимо. И таким образом может быть такое, что они пошли сначала на занятия в один коллектив, потом в другой, сравнили и выбрали то, что… Потому что если это одно направление, то, что им ближе, что им понравилось. Но я думаю, что в основном, конечно, и дети проявляют свои желания, и приходят, их приводят родители. Здорово, что есть такой союз, когда родители слышат и видят этот салан. И хорошо, что есть выбор. И хорошо, что есть выбор, потому что если вот что-то там не сложилось, ребенку хочется, вот он может не прийти, это важно. Яна, скажите, пожалуйста, как там голос ставят? Вот это вот ля-ля-ля, да-да-да, вот это все работает, да? Ну, да, да. Вот потому что у нас была здесь преподаватель музыки и пения. Она говорила, что в принципе любой человек может петь, любой, но не все могут, не все становятся певцами. То есть что для вас песня? Ну, для меня песни – это особенные чувства, особенные эмоции, просто как бы наложенные с музыкой вместе. А есть кумиры у вас? Вот кто вот певица какая-нибудь, которая прям ух... Мне очень нравится рок-группа Queen. Угу. Какие неожиданные у нас сегодня дети. Майкл Джексон, Queen. А почему? Ну, мне родители однажды дали послушать их песни, я так восхитилась. Богемская рапсодия какая-нибудь. Да, да, мне дали послушать, я сначала расплакалась, а потом стала все больше и больше слушать их, и прям мне так понравилось. Да, вот видите, как может быть, что у нас даже одинаковые примерно популярные исполнители. Надежда, вот эти разные направления, это специально на фестивале дается такая возможность проявить себя в разных... Да, вот именно в этом году мы сделали так, что мы расширили действительно номинации и эти направления, просто проанализировав... Ну, то есть мы каждый раз, конечно же, подходим не просто так вот стандартно. То есть раньше вообще «Золотой голос» он оценивался... Была номинация «Золотой голос – дети» и «Золотой голос – взрослые». И были карточки, члены жюри сидели, это вот как, знаете, как голос, наш известный голос на телевидении, только там поворачивалось кресло, а члены жюри поднимали карточки «Да» или «Нет». Вот, но и потихонечку мы от этого отошли. Дело в том, что, ну, тут, наверное, не все, когда идут на конкурс, действительно понимают, что это конкурс. Потому что всё-таки, ну, вот, особенно дети, которые первый раз, да, они тут-то, они вот обычные, вот просто все члены жюри сидят, нужно выйти, спеть, уйти. И тут у них появляются слёзы, тут они не справляются с эмоциями. А уж если им сразу поднимут карточку, начнут говорить на какие-то, ну, критерии того, что они сделали немножко неправильно, тут, ну, от этого мы немножко решили отойти и расширить направление. У нас в этом году это и патриотическая песня, и, ну, эстрадный вокал, само собой, песни из мультфильмов и кинофильмов, мировой, мировые хиты, джазовый вокал, край родной, может быть, что-то забыла. Но, то есть, как раз, чтобы участник, который захотел принять участие, он мог вот выбрать то, что ему по душе, то, что у него подготовлено, потому что, понятно... Чтобы не сужать возможность выбора, да. Да, дело в том, что мы понимаем, что на конкурс идут те, кто действительно занимается вокалом. Они занимаются вокалом, ну, там, первый год, не первый год, да, все по-разному. Да, у каждого разный уровень подготовки. Да, уровень подготовки. И, естественно, они за свой творческий сезон они что-то готовят. И, конечно, мы понимаем, что это не только на наш конкурс, они приезжают, конкурсов много. Да, и, возможно, эту песню они готовили специально для конкурса. А тут у них есть выбор номинаций. Ну, это очень удобно. Мне кажется, это хорошо. Вот давайте, Яну, подключим к разговору. Вот эти номинации, которые вы выбрали, это вы сами выбирали или вместе с преподавателем? Вместе с родителями. С родителями даже, да? Вот здесь будем петь, здесь будем петь, а здесь не будем петь. Правильно? Ну, да. Мы выбирали по песням, которые у меня так больше готовы и которые смотрятся более выигрышно. А сколько песен у вас уже в вашем репертуаре? Вот если бы у вас был сольный концерт, сколько бы вы уже могли спеть бы? Вот готовы, которые вы считаете, что да, эти песни, я могу... Я думаю, она бы уже могла собрать свой сольный концерт. Сколько треков-то было бы? Ой. Ну, 12 было бы треков? Ну, думаю, поменьше немного. А, то есть таких, чтобы показать, ну, 7. Ну, где-то даже, может, даже еще поменьше. Ага. Ну, ты такой, почему так не уверена? У тебя больше репертуар очень. Ну, вроде, да. И дуэтные есть вещи, и в ансамбле ты поешь. А, кстати, дуэтом сложнее петь или, наоборот, проще, когда, если что-то где-нибудь чуть-чуть сфальшивило, там подтянут... Ну, и там, и там есть свои нюансы. Как по мне, ну, приблизительно наравне, потому что в дуэте надо слушать своего партнера и сливаться, муни-схон, чтобы, да. И также в дуэте не выкрутишься, как на сольной песне. Да, на сольной, может, я так вот и думал, тут, да, почувствовала, что не, не потянусь его, не немножечко так по-другому спела, да. А там уже, вы уже вдвоем идете, такой. А это дуэты были девичьи или это были... Девичьи. Девичьи, понятно. Ещё такой вопрос. Надежда, а что в итоге получается после того, как завершается конкурс? Я так понимаю, это такой рывок для чего-то нового, да? То есть ребята потом ждут с нетерпением следующего или как? Ну, вообще, да, те дети, которые, вот, они уже не первый год, они всегда ждут конкурса, чтобы проявить, подготовить. У них уже есть цель. Мы готовим вот эту песню, да, то есть они с педагогом подбирают именно выигрышный какой-то вариант. Вот, ну, конечно, после гала-концерта это, наверное, эмоции, особенно у тех, кто победители. Они их просто переполняют. И я думаю, что дети эти, они не останавливаются, они продолжают дальше заниматься и работать над теми ошибками, которые не допустили, или просто улучшать качество вокала своего. И также они выбирают и другие конкурсы. У нас будут конкурсы, но это будет в новом творческом сезоне. Это будет в ноябре, мы посвящаем Году народного творчества. И это будет в декабре. Зимний Радгут Талантов наш тоже, традиционный конкурс. То есть есть где ещё пописи? Да, да, у нас мы всегда ждём. А в других, скажем, конкурсах, например, как представители Люберецкого округа, вы куда-то выезжаете? Да, наши участники, конечно, это вообще масса конкурсов, которые проходят в Москве, в нашем же округе, у коллег в Люберецком дворце культуры, в центре семейного досуга в Томилино, то есть в Октябрьском. Конечно же, наши участники, вот Яна, она сразу же поехала после конкурса нашего на конкурс «Наследники Победы», который проходил в Октябрьском. Вот, и там тоже стал, ты там стал обладателем гран-при, если не ошибаюсь. Да, да, то есть вот мы очень радуемся за наших детей, за наших участников клубных формирований. Буквально недавно у нас образцовый коллектив «Волшебная страна» заняли тоже гран-при на магии танца, который проходил в Люберецком дворце культуры. Также приезжают с гран-при с города Москва. И вот сейчас опять, и опять, вот у нас 15 мая они едут. То есть прямо программа суможедшая, я вам скажу. Да, это готовые номера, почему бы их не отвезти, не показать, и это вот коллективу, солистам, отдельным исполнителям, это всегда даёт какой-то такой вот силу, что ли, что это всё не зря, что они работали. Кстати, Яна, а вот прозвучало такое слово, песня – это песня, но есть же понятие номер, то есть когда песня – это целый комплекс всего, да, и как тело работает, и какой наряд, и какая подача и так далее. Вот как это вы репетируете? Это всё вместе комплексно происходит? Ну, да, у нас не бывает такого, что мы сначала просто репетируем песню, потом отдельно это, потом отдельно то. Мы сразу, ну не сразу, так сначала всё проходим, потом вместе начинаем всё сразу комбинировать. Ну, то есть, чтобы уже знать, что я буду петь вот в этом примерно наряде, да, я буду с такой-то там прической, условно говоря, да. Да, я сразу об этом задумываться довольно быстро. То есть это уже такой артистический даже, да, подход номер, чтобы это был настоящий, такой вот теперь. Да, в член жюри это оценивают. Там как раз идёт имидж, актёрское мастерство. А, вот так. Да-да-да, ну, то есть понятно, что вокал – это на первом месте, конечно. Но если подошли к этому творчески, у нас был один участник, участница, точнее, из детской школы искусства номер 3, она подготовила не просто номер, они взяли с собой хореографический коллектив и сделали подтанцовку девочке, да. То есть по полной программе, ага. Все по-разному подходят, да. Но тут вот важно, чтобы шла энергетика, чтобы ребёнок, он понимал, что он не просто вышел и спел, ну, или участник, да, разные возрастные категории. Вот. И вот как раз-таки вот сегодняшние наши ребята, да, с кем сегодня вы общались, и Яна, и Леонид, они как раз имеют вот какой-то такой, что-то вот особенное, какой-то контакт со зрителем, когда зритель восхищается. И вот эта идёт энергия от них, и это очень здорово. Ну да, энергетика. То есть, я так понимаю, Яна, вы получаете энергетику от зала, а зал получает энергетику от вас, правильно? Ну да, да. То есть вы не боитесь зрителя? Нет. Нет? Я уже давно на сцене, поэтому я привыкла абсолютно. Я давно на сцене, сказала Яна. Будете долго на сцене. Какое будущее вы себе запланировали? Ну, я очень хочу вообще стать шоу-вумен, и поэтому со сцены никак расставаться не хочу. Ага, шоу-вумен – это, значит, не только песня, да? Ну да, и все вот такие мероприятия и так далее вести для меня – это… Понятно. Ну что ж, Надежда, что пожелаем всем участникам, и может быть, кто-то сейчас смотрит и готов привезти детей, как это можно сделать? Ну, здесь очень важно стараться. Чтобы было желание, этого недостаточно. Нужно, чтобы все-таки… Нужна поддержка обязательно родителей, которые… Семейный коллектив такой нужен, да? Да, да, да. То есть всегда это вот прямо на первом месте. Я сама маму двух детей, и понимаю, что иногда опускаются руки, и тут вот очень важно поддержать, важно направить, сказать, что это вот все не просто так. Вот, что это нужно, любое дело довести до конца. Коль уж делали выбор, да, то нужно все-таки… Прекрасное пожелание. Любое дело нужно доводить до конца, до победного конца, потому что Яна у нас – победительница окружного открытого вокального конкурса «Золотой голос». Надежда Кудисова, художественный руководитель Красковского культурного центра. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, порадовали своими успехами. Как говорится, нам песня «Строить и жить» помогает. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова